Сейчас мы попробуем понять, как же мы определяем функции в Python, как мы их вызываем, и начнем мы, конечно же, с синтексиса. Определение любой функции в языке Python начинается со слова def. Def — это сокращение от английского глагола define, то есть определим. Подразумевается, что мы определяем функцию function name, которая ведет себя следующим образом в нашем случае. Она принимает два аргумента и возвращает их сумму. Вернемся обратно к синтексису, то есть после ключевого слова def у нас идет имя функции, затем у нас идут имена аргументов, они идут в скобках, которые являются обязательными, затем у нас идет двоеточие, которое означает, что после него начнется тело функции, то есть вот это вот все у нас тело функции. Стоит помнить, что имена переменных в языке Python, в том числе имена функций, имена аргументов, имеют достаточно определенный вид. Они могут содержать в себе только латиницу, только цифры и только символ нижнего подчеркивания, и при этом не могут начинаться с цифры. Поэтому в примере function name является допустимым именем переменной. yx также является допустимым именем переменных. Но при этом, если бы мы захотели написать 31a, это было бы недопустимое имя для переменной. Отступ в четыре пробела в теле функции является невероятно важным, потому что это единственный знак интерпретатора, что мы продолжаем определение функции. И отсутствие этого самого отступа является знаком того, что определение функции закончилось. Рассмотрим пример. Ход исполняется у нас построчно сверху вниз. Допустим, мы до этого исполняли какие-то инструкции, и здесь интерпретатор дошел до определения функции. Определения функции в языке Python не исполняются построчно. Оно исполняется целиком. Поэтому сначала интерпретатор дочитывает до того места, где функция окончается. То есть в нашем случае это вот эта строка, потому что здесь как раз таки нет нашего отступа. Нет отступа, значит закончилось тело функции. И лишь затем, когда был считан и выполнен весь код определения функции, будет создан объект для функции. Да, функции в языке Python также являются объектами. Поэтому в оперативной памяти у нас создастся объект, и переменная functionName будет ссылаться на этот объект. Важно понимать, что в действительности переменная functionName ссылается на объект, поэтому я советую вам исполнить весь этот код, а также вывести type от functionName и вывести идентификатор от functionName. Вы убедитесь в том, что type от functionName это будет function, то есть функция, а идентификатором будет в действительности какое-то число. Таким образом, функции являются такими же объектами, как, например, и числа. Если для чисел есть простой способ создания объекта, например, мы можем записать x равно 4, и мы будем уверены в том, что в памяти создастся объект для четверки, то, к сожалению, для функции синтакс есть немножко более громоздкий. Но на самом деле он делает то же самое. Он определяет переменную с именем функции, и создает для нее объект функции в памяти. Теперь поговорим о исполнении функции. Важно понимать, что объект функции хранит в себе очень много всего. Он хранит в себе и название функции, с которым мы его создали, и аргументы, которые он принимает, и, что самое главное, он хранит в себе тело функции, которое будет затем исполнено. Поэтому что происходит, когда мы исполняем функцию? Если интерпретарь встречает в коде, например, строку x равно functionName2.8, прежде всего он смотрит на переменную и на какой объект она ссылается. Он смотрит, что functionName ссылается на объект вот такой вот. И он понимает, что functionName принимает аргументы аргумент 1 и аргумент 2. Поэтому до исполнения тела функции всегда происходит инициализация аргументов. Те аргументы, которые мы передаем, когда вызываем функцию, в нашем случае это объекты 2.8, вот этот и этот, они также лежат в памяти. И до любого исполнения кода происходит инициализация аргумента. То есть где-то вот здесь, даже до того, как мы начнем исполнять строку комментарий и смотреть ее, до того, как любое тело запустится, произойдет вот что. Аргумент 1 начнет ссылаться на объект 2, а аргумент 2 начнет ссылаться на аргумент 8. И по аналогии будет со всеми аргументами, которые мы передаем функцию. Таким образом, тело функции уже будет исполняться с известными аргументами. Код же тело функции будет выполняться по структам. Строчным, так же, как интерпретатор, и обычно исполняет любой другой код. То есть сначала он встретит строку комментария и ничего с ней не сделает, потому что это строка комментария. А затем он увидит инструкцию return и сумму аргументов 1 и 2. Интерпретатор уже знает, что аргументы 1 и аргумент 2 ссылаются на объекты 2 и 8 соответственно. Поэтому несложно понять, что с суммой данных аргументов будет 10. В памяти, если еще не существовало, создастся элемент 10. И сумма будет ссылаться на этот объект. Инструкция return же, в свою очередь, говорит интерпретатору о том, что возьми-ка ты объект правой части и подставь его в то место, где меня вызвали. То есть возьми ссылку на объект 10, и это и будет результатом работы функции. То есть когда мы здесь вызывали x равно function 2 и 8, когда мы вызываем function 2 и 8, результатом будет не что иное, как ссылка на 10. И тогда нет ничего удивительного в том, что наша функция, которая всего лишь складывает 2 и 8, в результате даст нам 10, и x после присваивания будет равно 10. Важно понимать, что каждый раз, когда мы вызываем функцию, мы инициализируем аргументы заново. Поэтому рассматриваем повторный вызов. Рассматриваем вызов функции и присваивание его переменной y равно function name от 20x и 21. Как мы знаем, x ссылается на 10 как результат вызова предыдущего. 21 тоже некоторая константа в памяти, которую мы явно передаем. И когда мы вызовем функцию, у нас сначала произойдет инициализация аргументов. То есть аргумент 1 будет ссылаться на 10, а аргумент 2 будет ссылаться на 21. Затем произойдет сложение, мы получим элемент 31, если его не было в памяти, и наша сумма будет ссылаться на него. Таким образом, результат вызова функции также будет ссылаться на 31. И как результат оператора присваивания, y тоже будет ссылаться на 31. И поэтому, когда мы его распечатываем, ничего удивительного, что мы увидим именно значение 31.